Если тебе не стыдно продать свой продукт своей маме, значит ты можешь это делать. Предприниматель тот, кто 40 раз падает, но 41 раз встает обязательно. Но если у тебя бардак в бизнесе, ты масштабируешь этот бардак. Или ты имеешь бизнес, или бизнес имеет тебя. А вот кассовые разрывы попадают из-за финансовой безграмотности, потому что начинается вот это вот, деньги первые падают, начинают себе покупать джипы, а потом раз в конце квартала на НДС-то денег не хватает. Одного года достаточно для того, чтобы систематизировать весь этот хаос? Конечно. Аслан, меня часто просят писать интервью именно с бизнесменом. Я встречаю зрителей, да, и они говорят, пишите, пожалуйста, побольше интервью с бизнесменами, с экспертами по систематизации бизнеса, да. Многие по всему Казахстану хотели бы заниматься бизнесом, да, особенно когда смотрят на Маргулана, Сисимбай, да, вот мы Талгата Исхакова записали, да, коврового бизнесмена из Шымкента. Всем хочется с чего-то начать, с малого, да, и вот так вот потихонечку расти, 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 и потом бац, чтобы у тебя тоже была фабрика, завод, но начинать-то нужно с малого. Предприниматель – это человек, вообще, если понимать разницу между предпринимателем и бизнесменом, предприниматель – человек, который предпринимает, что-то начинает делать. Он недоволен сегодняшней ситуацией и начинает делать что-либо, чтобы заработать деньги. Чаще всего это самозанятые фрилансеры, это первый шаг к предпринимательству. После этого обычно то, чем человек занимается, его хобби, становится его бизнесом, потому что бизнес на самом деле – это один из источников самореализации. То есть человек в жизни не хочет, в первую очередь, денег. Деньги всегда обычно стоят на последнем месте, человек хочет самореализовываться, хочет получать удовольствие от того, чем он занимается, кайфовать от своей деятельности. Поэтому то, чем он занимается, его любимое дело – это и есть его хобби и постепенно переходит в бизнес. Чем отличается предпринимательство от бизнеса? Предприниматель сам работает внутри своей компании, а бизнесмен, его компания работает на него и приносит ему результаты, которые он хочет в виде дивидендов, денег, освобожденного времени и так далее. Вот чем отличается. С чего нужно начинать? Начинать нужно в первую очередь с того, что ты любишь. То есть выписать список тех занятий, которыми ты любишь заниматься. И из этого посмотреть, что ты можешь делать и что может тебе приносить деньги. И начинать делать. То есть я бы сказал, заниматься нужно тем, за что тебе даже не заплатят, но от чего ты будешь получать удовольствие и что ты сделаешь лучше, чем все остальное. Есть даже такой термин, если ты готов платить за то, что ты делаешь самому себе, значит это то, чем тебе нужно заниматься. Если тебе не стыдно продать свой продукт своей маме, значит ты можешь это делать. Вот у меня мама сегодня как раз купила у меня платье. Ну как купила, знаете, условно. Я сегодня, кстати, выдавала интервью в программе «Цена» на Хабар 24. И они спрашивали меня, как вот я развила рынок казахстанских дизайнеров. Я говорю, вы знаете, вот все на голом энтузиазме. Вот просто я поверила в одежду Аиды Кауминовой. Я увидела шикарное качество. Я тогда вела новости на Хабаре. Я до сих пор вот этот жакет, кстати, храню. Я увидела качество пакета. Я говорю, Аида, мы должны это развивать, потому что если мне нравится, понравится другим. И вот так в 2010 году я сама зашла в торговлю, не имея ни малейшего опыта. Но за 13 лет я могу сказать, что благодаря тому, что я обучалась на различных тренингах, да, то есть у меня нет там, я не училась в бизнес-школе, но я ходила на все тренинги и постоянно обучаясь, я вот как-то сумела, так сказать, выйти в плюс. Открыла потом сеть магазинов, там открыла многих других дизайнеров. Но изначально это был энтузиазм. Бедные все знают, а богатые постоянно учатся. Да, поэтому если твоя чаша наполнена восточной мудростью, то есть ее больше ничем не наполнить. Поэтому всегда мы должны опустошать и входить в состояние ученика. И тогда мы можем учиться, развиваться и, соответственно, делать бизнес. Вот с чего начинать бизнес в Казахстане? В первую очередь со вклада в себя, вклада в знания. Потому что когда у меня знакомые спрашивают, Аслан, у меня 50 тысяч долларов, куда их вложить, куда пристроить, я говорю, вложи в себя, в первую очередь. Потому что инвестиции всегда, в себя, они всегда окупаются с лихвой. В стократно окупаются. Я по своему примеру, например, всегда начинал с обучения. То есть я обучался тому или иному курсу или там тренингу для того, чтобы в этом разбираться, чтобы это понимать, как это делается. Потому что знания, первое, не стареют, как автомобиль, телефон, айфон последней версии, которая постоянно обновляется. Одежда, сумки, машины. То же самое. Знания. У тебя никто не украдет. Бизнес может обанкротиться или там кто-то может забрать у тебя что-то, машину или еще что-то. А знания никто не украдет. Они у тебя всегда в голове с тобой. Поэтому мы вкладываем в первую очередь в себя. Потому что насколько я вот вижу, вот я общаюсь с миллиардерами, да, вот я вижу, какие они открытые. Они приходят со мной, советуются. Как это сделать или как то сделать. И мы начинаем работать. И я понимаю, этот человек, ему там за 60 лет, но он как маленький ребенок впитывает в себя. И за счет этой открытости он растет. Поэтому шаг номер один – быть открытым. Учиться и быть открытым. Я провела интервью у Саидмурата Довлатова. Он приехал из Таджикистана в Москву, работал на рынке, был грузчиком. И он говорит, я зарабатывал там, ну не знаю, в месяц, да, 100 долларов. И эти деньги он шел, тратил на обучение у Нурбекова. То есть таким образом он стал Саидмуратом Довлатовым. Первое – это учиться. Второе. Второе – это заниматься любимым делом. То есть не предавать себя. Не предавать себя. Если ты любишь, если ты творческая личность, ну направь эту энергию на творчество. Займись ты этим любимым делом. Чаще всего, когда к нам приходят ребята, которыми мы занимаемся, у них самая первая ошибка, самый большой даже минус, я скажу, это то, что нет уверенности в себе. То есть очень большая вот эта вот потеря, то, что потеря времени, энергии, денег из-за неуверенности. Я, наверное, недостойна. Я, наверное, недостойна этого. Я не такой крутой. У меня не получится, да? У меня не получится. Вот эти вот все убеждения и ограничивают нас. Меня вот как предпринимателя закалила именно самоуверенность. В первую очередь я всегда знал, то есть родители так воспитались, что ты самый крутой, самый умный, самый лучший, и давай вперед, всегда вперед. Поэтому это мне очень сильно помогало. Второе – это упертость. Когда ты идешь и не сдаешься, ты просто до конца бьешь, бьешь, бьешь в одну цель. Как говорит Брюс Ли, я не боюсь того, кто знает 10 тысяч приемов, я знаю того, кто знает один прием, но повторил его 10 тысяч раз. И, соответственно, я вот 18 лет официально занимаюсь бизнесом. За 18 лет я только иду каждый день, делаю, делаю, делаю. Но, соответственно, я вижу тоже, ты как ты, да, тоже. Каждый день у тебя идет вот в Инстаграм, смотришь, то там встречи, то здесь, то там, то здесь. И это большая энергия. И вот эта вот энергия, как маховик, крутит нас, предпринимателей. Я вот заметила, что многие, кто начинают заниматься бизнесом, да, вначале такой энтузиазм, глаза горят, желание есть, там, кафе открывают, в аренду берут, в долги залезают, кредиты берут. Затем, ну, ты видишь, там, проходит полгода, да, у человека не получается. Там, повар ушел, официанты недовольны, да, там, людей, клиентов нет. Все, там, через год человек уже сдался, то есть у него уже все, сил нет, он уже в кассовом разрыве, в долгах. И здесь, вот вы говорите, нужно там включиться, идти вперед, не сдаваться. А куда сдаваться там? Уже у тебя, извините меня, долги образовались. Что делать? Ну, у меня у самого было такое. Я первые четыре бизнеса обанкротил, то есть падал, потерял более 4 миллионов долларов. И, соответственно, именно со своего опыта я понимаю этих ребят. И в тот момент, когда я каждый раз падал, мне нужно было оттряхнуться, встать, оттряхнуться, встать. То есть предприниматель – это не тот, кто не падает. Предприниматель – это тот, кто 40 раз падает, но 41 раз встает обязательно. Здесь другого варианта нет. Но если он не встает 41 раз, значит, он не может быть предпринимателем? Он может быть предпринимателем, но, возможно, ему нужно какое-то время, чтобы отдохнуть, восстановиться. То состояние, которое у них происходит, это эмоциональное выгорание. То есть человек выгорел. То есть он горел, горел, горел и перегорел своей идеей. Потому что у него не было структуры, не было системы, у него был бардак в бизнесе. И он за своих сотрудников сам начинал делать. А вот кассовые разрывы попадают из-за финансовой безграмотности. Потому что начинается вот это вот… Деньги первые падают, начинают себе покупать джипы, начинают себе тратить… Из кассы берут деньги. Да, 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 из кассы берут. Это я называю котловой метод. То есть у нас есть такой некий котел. Это обычно у предпринимателя Каспи Голд. И они туда принимают оплаты от своих клиентов. Потом оттуда у нас на той, на садака, там новое платьишко пошел, курамдек, туда-сюда. Все это начинают выбирать. А потом раз, в конце квартала на НДС-то денег не хватает. Или там на налоги денег нет, на зарплату нет и так далее. Вот это вот самый большой бич нашего предпринимателя. Проводя свои мастер-классы, я всегда спрашиваю, есть ребята, кто окончил финансы и кредит, вот именно вот такие специальности по финансовой части. Ну, поднимает где-то 20% аудитории. Я говорю, а у кого есть управленческий финансовый учет? То есть это такое страшное слово. На самом деле это порядок в финансах, да? И меньше 1% обычно поднимает руки. То есть 99% предпринимателей не ведут финансы. Они не знают, как вести. Вот котловой метод их бич, да? Ну, соответственно, и у меня тоже так же было. Пока я не обанкротился, пока я не понял, Аслан, этому надо научиться, я на это внимание не обращал. То есть фокус нужно держать в бизнесе на контроле за деньгами? На показателях. То есть деньги – один из видов показателей. То есть показатели – это важное. То есть цифры – это важное. То есть если ты не контролируешь цифры, ты не контролируешь свой бизнес? Конечно. Управлять можно только тем, что можно посчитать. Если мы не считаем в бизнесе наши цифры, то, соответственно, как можно принимать решение? Вот что вы советуете людям, которые оказались в кассовом разрыве? Вы эксперт по систематизации бизнеса. Ну, вот у тебя уже образовался этот кассовый разрыв. Что делать? Мы у себя в компании решили, что мы никому советы не даем. Мы даем только свой опыт, потому что обычно советы тешат эго самого советчика. Вот я такой крутой, я посоветовал. Мы со своего опыта. Я со своего опыта скажу. В первую очередь я применил инструмент платежный календарь. Если ребята, подписчики, те, кто смотрит это интервью, им нужен этот инструмент, могут мне написать, я бесплатно отправлю им в подарок, за комментарий, наверное, этот файл, платежный календарь. Что это такое? Это мы планируем заранее на несколько месяцев вперед свой бюджет. Вот как мы можем планировать свой личный бюджет, точно так же бюджет компании можем планировать заранее. Сколько мы потратим на рекламу, сколько мы потратим на зарплату, сколько мы на налоги и так далее. То есть заранее, когда мы все это прописываем, мы можем прогнозировать, когда у нас будет не хватать денег. И тогда у нас есть два варианта, как заработать деньги. Первый вариант – это продать больше. Второй вариант – сэкономить на том, что есть. То есть оптимизировать эти расходы. Таким образом, используя баланс между двумя этими инструментами, мы можем выйти из кассовых разрывов, то есть не допускать их заранее. У нас у казахов очень плохо то, что мы что делаем? Мы идем в больницу, когда мы планируем умирать. Если немцы идут, чтобы делать профилактику, русские когда заболели, то казахи начинают, когда умирают. Поэтому что мы делаем в бизнесе? То же самое. Мы обращаемся к специалистам, когда уже все поздно что-либо делать. Поэтому сейчас очень много ребят, у которых там доносчисление по налогам, очень много ребят, у которых там штрафы и так далее, счета закрыты. И это очень больно, очень прискорбно, потому что есть у нас соответствующие заведения по обучению. Например, спортсменов обучают у нас, обучают юристов, обучают экологов, обучают там всех специалистов, но нет места, где можно обучиться предпринимательству, где можно понять, на самом деле бизнес – это очень легко и просто. Это очень просто. Это алгоритм. В мое время не было такого человека, я, например, спрашиваю, Бакея, Сакея, как там сделать тот или иной бизнес? Не было такого человека. Ну, я знаю, вы за три года в Москве 65 тренингов прошли. Да. И это были не тренеры? Это были не тренеры. Это были просто люди, к которым вы подходили и говорили, пожалуйста, обучите на задение. Это были практики предпринимателей, то есть это были и миллиардеры, и миллионеры долларовые. Как это происходило в деле? В деле я к ним подходил, например, вот есть Виктор Кузнецов, это владелец всеинструменты.ру. У меня есть строительный магазин, который я хотел развивать на тот момент. Вот я к нему пришел, я говорю, вот я такой-то, у меня в Казахстане такой-то бизнес, я хотел у вас купить франшизу, вы, оказывается, не продаете франшизу, сами открываете. Но я хотел бы у вас учиться, сколько стоит с вами время? Вот уделяйте, пожалуйста, мне в день или в неделю 30 минут или 1 час. Я готов заплатить. Он говорит, окей, миллион рублей, все. То есть для него это было как бы показатель, насколько готов я заплатить за один месяц с ним там 4 раза в 30 по 30 минут. Я говорю, окей, все, я заплатил, вместе с ним хожу на совещание, вместе с ним хожу там на разборы, мероприятия, на склады и так далее. Я посмотрел внутреннюю кухню, я у него спрашиваю, что здесь самое главное. Он говорит, вот этот, ага, записал, что здесь, вот это все. Пошел, внедряю у себя в компанию. Это важный метод работающий, да? То есть ты приходишь к человеку, у которого получилось то, на что ты учишься или то, о чем ты мечтаешь. Ты готов ему заплатить и эти люди соглашаются? Да, я купил его опыт. Этим людям в первую очередь интересно, потому что там есть такое понятие, как отдавание. Но отдавание не безоплатное, а отдавание, чтобы я заплатил для того, чтобы показать серьезность своего намерения. Потому что он не разбогател от этого, потому что у него там оборотка там около 20 миллиардов рублей была на тот момент. И соответственно, мои миллионы рублей... Ну, я думаю, ему польстило ваше предложение, да? Да, да. Скорее всего, ему было интересно, что из меня выйдет на тот момент. Вот таким образом я ходил к коучам, я ходил к психологам, я ходил там... У меня был Павел Гительман, тренер по маркетингу, да? То есть это владелец компании RTA, номер один по маркетингу в России. Он там рекламирует Coca-Cola, DAV, там и так далее, крупные компании. Я приходил к нему в офис и спрашивал, Паша, как вот это сделать, как это сделать? И таким образом я смотрю, как в его компании работает, какая внутренняя корпоративная культура в компании, как он разговаривает со своими подчиненными, это очень важно. Особенно сейчас, в наше время, когда люди готовы за деньги продавать свой опыт. И не воспользоваться этим грехом. Я до этого 15 лет, 15 лет набивал шишки на своем опыте. И здесь я смог получить ответы на все вопросы, на все проблемы, которые я уже пережил. И я понял, а, оказывается, вот так надо делать. И я это беру автоматом копипаст в свои бизнесы. И за счет этого я построил 6 успешных проектов, то есть 4 у меня были с падениями, с банкротствами. И после этого я понял, надо учиться. И 6 за счет этого проектов, бизнесов выстроил я именно за счет этого опыта, что я купил. Я потратил более 100 миллионов тенге для этого. Я понял, что нужно учиться, что нужно брать опыт у тех, кто это прошел. И это самый короткий, быстрый метод. Вы сказали, кассовый разрыв – одна из главных проблем, да, наших ростанских бизнесменов, именно в малом бизнесе, я думаю, да. Потому что люди сами начинают, деньги пошли, и вот оттуда они с этого котла берут деньги. Но если человек условно такой экономный, да, то есть он зарабатывает классно, деньги ни на то и ни на что не тратит, да, то есть они копятся, но у него нет системы. А вы эксперт именно по систематизации бизнеса. Что вы рекомендуете? В том положении, от которого вы портрет нарисовали этого человека, он наоборот, он как скряга все держит в себе, не отдает. То есть он боится потрачить на рекламу, он боится нанять крутого специалиста, чтобы заплатить ему хорошую зарплату, он боится потратить эти деньги на развитие, на себя и так далее. И он держит и думает, откуда-то у него упадут там с неба эти деньги или там тот результат, который он хочет. На самом деле так не бывает. Что я порекомендую вообще всем и таким, и таким всем? В первую очередь это система. Да, почему? Система для меня, мы рассматриваем систему, просто у многих сейчас искаженное понимание систематизации бизнеса. Многие думают, систематизация бизнеса, это вот как построить орг структуру, регламент, бизнес-процесс, все. На самом деле нет. Система для меня это вот как в часах единый механизм. Да, там и стрелочки, там везде маятники, батарейки там и так далее. Здесь то же самое. Да, в системе мы рассматриваем, это упаковка бизнеса, как выглядит бизнес. Да, если у тебя, ты приходишь на встречу, у тебя нет визиток. А сейчас в современном мире это NFC-визитки бесконтактные, да, или с QR-ом визитки, например. Это и сайты. Мы смотрим сейчас у предпринимателя, нет просто даже сайта, чтобы привлечь клиента в себе. Инстаграм непрокачанного, ты, например, занимаешься личным брендом, да, обучаешь, ты же видишь, что личный бренд – это сила. Предприниматели не понимают, они хотят оставаться в тени, как серый кардинал. Так не получится. Личный бренд – это сейчас оружие 21-го века у предпринимателя. И я понимаю, что обычный маркетинг вымрет через 10-15 лет и останется инфлюенс-маркетинг. То есть лидеры мнений будут продавать свои услуги и товары. И если ты эксперт в этом, ты будешь продавать. Второе – это привлечение клиентов. Но привлечение клиентов как сделать, да? Я называю это трафик, непрерывный поток клиентов. Все же мечтают об этом. Вот, и мы знаем, как это выстроить, потому что мы используем 17 основных каналов для этого. А вообще, если в мире посчитать, маркетинговых инструментов более 22 тысяч. И мы из них используем 1-2, вот рекламу в туги спадали и сидим, ждем, когда придет клиент. Но большинство просто сидят и ждут. А большинство вообще открывают магазин, делают классный дизайн и ждут, когда придут волшебники. И рассчитывают на то, что вот этот ЖК, этот район, эти люди придут в свое кафе, придут в свой супермаркет, да? Там не используя ни один из методов из 22 тысяч. И просто ждут и говорят, ну, такая класса, все будет хорошо. Что нужно сделать для того, чтобы привлечь клиентов? Первое – это упаковать бизнес. Второе – запустить трафик. То есть многие думают, например, самый простой инструмент – таргетированная реклама. Да? Что делают? Заходят в Инстаграм, нажимают кнопку «продвинуть» и все. И они думают, клиенты сейчас прибегут. Нет, это специально придумал Facebook, эту кнопку, для того, чтобы все начали тратить деньги. На самом деле эта реклама настраивается точечно под каждого клиента, под твою целевую аудиторию. Далее мы, например, на занятиях сразу делаем свои сайты. Как этот сайт должен выглядеть? Какие там должны быть уникальные торговые предложения? Какие офферы для рынка должны быть? Далее мы, например, запускаем рекламу с блогерами. У какого блогера твоя целевая аудитория? Где они находятся? Кому они больше симпатизируют? Если нет у тебя аудитории, у других есть аудитория, ты через них продвижение сделай. Следующий вид рекламы мы, например, используем YouTube. Через YouTube как можно запустить рекламу, так можно и интервью всякие снимать и так далее, шорты снимать. То же самое личный бренд туда имеет значение. Телевидение многие, например, отвергают. И даже раздача флайеров и так далее – это старые методы 90-х годов. Билборды тоже работают. Их никто не отменял. В каждой нише нужно смотреть, где твоя аудитория. То есть мы называем их водопои, места скопления целевой аудитории. Главное – зацепить внимание потенциального клиента. Да, то есть где твой клиент находится, иди туда, рекламируй там. То есть делать бизнес без рекламы – это все равно, что подмигивать девушке в темной комнате. Это все равно одинаково будет, поэтому смысла здесь нет. Далее, когда мы уже привлекли рекламу, у многих начинается проблема. А как обработать этих клиентов? То есть лиды посыпались, Аслан что делает? Дальше мы не сидим и не отвечаем в телефоне 24 на 7. Уже пришел век автоматизации. Вот здесь уже внедряются CRM-системы, вот здесь внедряются чат-боты, которые быстро отвечают. Вот здесь искусственный интеллект работает у нас, роботы работают. На худой конец, ладно, давайте построим отдел продаж. Отдел продаж можно как в офлайн построить, так и удаленную построить. Например, не важно, чтобы они сидели у тебя в офисе, чтобы ты с кнутом так 24 на 7 сидел над ними. Нет, сейчас бизнес совсем по-другому делается. Есть такое понятие, как теория поколения. Молодежь совсем другая. У молодежи нет таких ограничений, как у нас. Молодежь сейчас полностью любит геймификацию. Молодежь любит именно open spaces. Молодежь любит именно обучение через видео и так далее. А мы отстаем. Нельзя стареть со своими клиентами, да? Потому что новые клиенты – это люди, которым там сейчас условно 12-13 лет. Завтра они подрастут, и их внимание нужно зацепить. Поэтому нужно идти в ТикТок. Потому что в ТикТоке там как раз все наши потенциальные клиенты. Все верно. Но предпринимателям, когда говоришь про ТикТок, они говорят, «Да там сидят одни дети, да там только одни танцульки». Я говорю, нет. Ну, знаете, Аслан, чему я удивляюсь, что это же бесплатные инструменты. Бесплатные. Фейсбук, ТикТок, Инстаграм, Телеграм, я не знаю, Ютьюб. Это все бесплатно, да? То есть эти платформы созданы, конечно, они зарабатывают, да? На том, что мы делаем. Например, я делаю контент, да? Но я тоже зарабатываю. То есть и не использовать эти инструменты, ну, мне кажется, как минимум глупо. Есть такое понятие – бесплатные не ценятся. Бесплатные – оно обесценивается. Я когда приехал с России в Казахстан, думал, вот я сейчас крутой эксперт. Я в России там полторы тысячи человек обучил. У меня есть мощные результаты. Х2, Х5 сделаем для людей. Запускаю рекламу, говорю, дорогие мои соотечественники, я хочу вам помочь. Мне никто не помогал, но у меня миссия – помогать предпринимателям. Сейчас мы с вами сделаем экономику Казахстана мощной. Запускаю рекламу, записывается 50 человек. Знаешь, сколько человек собралось? Ноль. Было два-три раза – ноль. Мне хотелось плакать. Мне хотелось плакать, потому что я хочу отдавать, помогать, а никто не приходит получать. Друзей, которых я заставлял приходить, потом убежали от меня. Сказали, слишком все круто, мы хотим все по-старому. Потом, запуская заново рекламу бесплатно, собирается максимум из 55 человек, 3 человека. Я понял, надо платно сделать. Запустил платно, начинал там с 10 тысяч тенге. Вот, 10 записываются, 9 приходят. Я говорю, а-а-а, вот что нам нужно. Наш менталитет заплатил бару Герик. Надо обязательно идти и свои деньги отработать. Еще одна проблема в Казахстане у предпринимателей – это текучка кадров. Я замечаю ее в ресторанах, в магазинах. И еще недавно мне жаловались клининговые компании. Там вообще проблема, потому что они нанимают клиниров. Берут, например, какой-то офис, утром им нужно выезжать на объект. И девчонки говорят, мент кельми, сообщение, я уволилась. Ну, представляете, а у них там объект, им нужно мыть, да, там все эти окна, я не знаю, убираться. И она говорит, я не знаю, что делать. Что делать с текучкой? Ну, чтобы наши зрители понимали, текучка – это когда вы нанимаете сотрудников, они постоянно увольняются, нанимаете – увольняются, нанимаете – увольняются. Очень много текучки у нас в Казахстане. Но на самом деле текучка – это нормальные вещи в бизнесе. Мы только должны понимать норматив. То есть в каждой нише бизнеса есть свой норматив. К примеру, если взять гостиничный бизнес, к примеру, в зонах отдыха, там текучка бешеная до 80% доходит. К примеру, вы 100 человек взяли в течение месяца на работу, 80 из них уволятся по-любому. Это норматив такой. В ресторанном бизнесе это можно считать по официантам, которые тоже пачками на работу выходят, увольняются, уходят, увольняются. В разных нишах есть и есть в разных должностях. Чем ниже ранг сотрудника, тем больше текучки. Если смотреть по нормативу, там у топ-менеджеров 5-10%, небольшая текучка. Поэтому что мы можем делать с этой текучкой? В первую очередь посмотреть в нормативе или не в нормативе. Во вторую очередь нужно посмотреть с двух сторон. Когда ко мне предприниматель говорит, у меня текучка, вот эти гады не работают и так далее. Вот молодежь вообще не хочет ничего делать, но при этом много зарабатывать. Я говорю, так, друг, а что ты сделал для того, чтобы они у тебя оставались? То есть я всегда думаю таким образом, насколько выгодно ему быть со мной, чем без меня. То есть какую мне нужно атмосферу внутри компании построить, чтобы он оставался, чтобы ему было интересно. Потому что вот по нашим опросам мы знаем, что на первом месте это не зарплата. Многие предприниматели думают, вот я ему плачу 150 тысяч, он должен работать как раб на меня, как на галерах. Нет, это не так. На самом деле самое первое, что интересует людей, это развитие. Они хотят развиваться. Они хотят приходить и без стресса работать, кайфовать, получать удовольствие. У меня, знаете, какая проблема? У меня он, оператор говорит, я на ваших мастер-классах послушал, понял, надо развивать личный бренд. Нет, я так теряю свои кадры. Мне просто не надо брать операторов на мои мастер-классы. Нет, надо брать. Решение этого воронка найма. То есть как мы решаем? У нас есть воронка маркетинга, воронка продаж, где мы знаем, чем больше у нас будет охвата, тем больше в конце у нас будет продаж. Здесь то же самое. В найме мы используем воронку. То есть это технология персонала, прям подбора персонала, когда мы сначала не первого встречного берем на работу, а сначала у нас охват, и потом идет тестирование, после этого интервью, после этого собеседование. Но, Аслан, здесь, знаете, я с вами поспорю, потому что мне многие предприниматели жалуются, что с годами, ну, то есть они дают объявление, да, например, нам нужны сотрудники. Ну, не важно, там, торговый центр, может быть, автосалон, да. И, ну, говорят, раньше могли там человек 15 прийти, да, сейчас там придут человек 5, и то четверо такие, ну, вообще-то я люблю фриланс, и, ну, я что, должен здесь у вас с утра до вечера? Не-не-не, я пойду на фриланс. И, как бы, это тоже очень сильно людей расслабило, да, вот это фриланс, пандемия, людям хочется работать в онлайне. Ну, это не фриланс в этом виноват, на самом деле это теория поколений, то есть есть такая теория, что поколение от поколения люди меняются, и, соответственно, сейчас у нас новое поколение, которое совсем не такое, как мы, как наш возраст, да. У нас, если в ценностях мы видим, там, наша миссия, там, помогать людям, мы хотим общество поднимать, ответственность большая и так далее, поэтому нагружаем на себя очень много и не можем делегировать, то новое поколение такое. У нового поколения прагматизм, это что для меня в первую очередь выгодно, это удобство, это геймификация, то есть мы должны создавать именно такие условия, под которым будет удобно работать. Неужели он не будет работать, если ему классные удобства создать? И, соответственно, второй момент – это подбор этого персонала. То есть если раньше… Поэтому в Фейсбуке они создают атмосферу, да? Да, поэтому если посмотреть методику подбора, то мы выбираем по психотипам, да, то есть мы подбираем, мы, например, делим в бизнесе, есть классические психотипы, там, 13 типов, да, мы разделили на бизнес-психотипы. То есть мы упростили это, чтобы понимать, кто у нас должен работать на руководствующих должностях, кто должен работать на должностях, например, бухгалтер, финансист, кто с цифрами, айтишники и так далее. Вы понимаете, да, у них аналитический склад у мать, совсем другие ребята. Есть HR-ы, психологи, поддерживающие, да, сервис-менеджеры, это совсем другие у нас дружелюбные такие психотипы, они постоянно не любят конфликтовать, они любят, наоборот, поддержать человека. А есть у нас люди, которые любят выступать, творческие там такие специальности, и вот мы должны подбирать под эти психотипы, какой портрет подойдет на этой должности. То есть не просто брать человека, лишь будут взять, да, а посмотреть, на какую должность он подходит больше всего. Конечно, где он лучше всего будет себя проявлять. Где он сможет раскрыться. Конечно, если мы раньше, Советский Союз нас научил, что мы должны быть идеальными, все отличниками, и у нас все должно быть развито, американский тип обучения говорит, усиляй сильное. То есть если в тебе сильное творчество, усиляй это. Если в тебе сильные, там, например, аналитические способности, усиляй это, будь лучшим в этом. Тебе не надо все остальное развивать, да? А у нас наоборот, помните, там, если у тебя по алгебре двойка, значит, тебе нужно именно по алгебре нанять репетитора. Я помню. А то, что ты классно рисуешь, как бы, это никого не интересует. Да, и то, что эти предприниматели жалуются, это правильно. Потому что сейчас время поменялось. Если раньше сотрудники, если мы выбирали сотрудников как компании, как бизнесы, то сейчас сотрудники выбирают компании. То есть сейчас рынок труда перевернулся. То есть есть такое, что мы, например, выискиваем самые лучшие умы, самые лучшие экспертов ищем. Сейчас работник выбирает, да, на кого работают? Да, да, под них мы уже подбираем те условия, которые они хотят. Динара, скажи, пожалуйста, а как бы ты хотела, чтобы, например, ты приходила, как твой день, рабочий день начинался? Ой, не знаю. Какие условия ты хотела бы? А какую мебель? А какой холодильник тебе поставить? А что ты любишь пить? Ну, смотрите, но для начала... На натуральном молоке или кофе на альтернативном молоке? То есть я тебе готов все эти условия сделать, чтобы ты расцветала. Но для того, чтобы выдвигать условия, мне кажется, человек должен набраться опыта. Я помню, в 2009 году я пришла на Хабар. У меня был уже бэкграунд. Я вела новости много лет. У меня была корона и миссис Казахстана. Я сказала, я готова вести только новости за эту сумму. И на съемки я пока ездить не буду. То есть я так устала, видимо, от съемок. А потом проходит еще какое-то время, я уже запустила там свою авторскую программу. Там я уже диктовала свои условия. Но, извините меня, до этого времени я 10 лет с 9 утра до 11 ночи в редакции, по всем съемкам, по всем лужам, зимам и всем нашим сезонам бегала на съемках и набиралась опыта. И я думаю, что чтобы прийти в бизнес, ты должен где-то вообще этому обучиться. Потому что невозможно, чтобы в 19 лет ты открыл свой бизнес и у тебя все пошло. Возможно. Возможно? Конечно, возможно. Сейчас очень много, например, вот в Москве у меня был ученик в 16 лет, с 16 до 19 лет, который попробовал 10 видов разных бизнесов. Он и возил с Китая там всякие лонгборды делал. Он возил какие-то витамины. Он занимался, начинал вообще то ли с донерки, то ли с чебуречной. Это был лучший кейс, потому что молодежь легче обучить. Они впитывают как губка, и у них нет страха. Они берут и делают то, что ты говоришь, делают. А опытный предприниматель, он придет ко мне и скажет, так, а это надо делать, не надо. Неопытный предприниматель, но, например, условно, если я там прихожу работать официантом в ресторан, и проработав в этом ресторане условно там 5-6 лет, да, там можно дорасти до должности администратора, да, то есть тебе завтра ресторан-то легче открывать. У нас в Казах вот это вот очень большая беда. Мы посмотрели, поработали официантами. Вот мой первый бизнес был, да, я работал, ну, в студенческие годы официантом работал, потом до бармена вырос, потом администратором, и открыл свое кафе. Думал, вот я все знаю. Оказалось, я знал узконаправленно только в сфере обслуживания. Я не знал, что происходит на кухне. Я не знал, как закуп происходит. Я не знал, как привлекать там маркетинг, например. Я не знал, как там проводить большие мероприятия и так далее. Я знал только сферу обслуживания. Таким образом мы начинаем, вот мы пришли в какую-то сферу недвижимости, к примеру. Поработал менеджером по продажам, да, недвижимость попродавал и думает, вот я сейчас крутой, открою свою компанию. Пришел, открыл, полгода продержался, через полгода обанкротился, потому что бизнес держался на его энтузиазме. Энтузиазм закончился, энергия закончилась, он перегорел и обанкротился. И вообще есть такая статистика мировая, что если посмотреть 100% всех бизнесов, которые открываются, в первый год из них 90% идут ко дну, то есть банкротство переживают. Почему? Потому что нет опыта в этом. Из остальных 10% оставшихся в течение 5 лет 7% еще погибает и остается 3. Из этих 3% оставшихся 1% только становится миллионерами, миллиардерами. А как из малого бизнеса перейти в средний? Ну если смотреть нормативы по нашей стране, то есть малый бизнес, мы должны понимать, что это оборот годовой до 800 миллионов тенге. Выше 800, там до 4 или 5 миллиардов, вот это средний бизнес, мы должны понимать. Ну вот как перейти в средний бизнес? Для того, чтобы перейти в средний бизнес… Потому что я знаю, что очень многие люди, они вот начинали в малом бизнесе и остались в нем. Почему? Потому что они не систематизируют свои бизнесы. Многие пытаются из малого бизнеса сразу масштабироваться. Но если у тебя бардак в бизнесе, ты масштабируешь этот бардак. У тебя была одна проблема в одной точке, ты открыл 4 магазина, теперь 4 проблемы. Открыл 8, 8 проблем, добро пожаловать. Такая же текучка в 8 точках. Нет клиента в 8 точках, ты аренду платишь. Я же поэтому из своего опыта говорю, ребята, давайте сначала мы поставим систему. Систему привлечения клиентов, систему обработки заявок. Мы автоматизируем процессы, мы все это пропишем. Мы поставим финансы, мы все нормально поставим. То есть потратим на это несколько месяцев. Хорошенько подготовимся, упакуем во франшизу. И после этого можно за чужие деньги масштабироваться. У нас есть кейс такой. Пришел к нам Аян Морза, парень с Алматы. У него точка 3 миллиона тенге была. То есть занимается умными домами. Подсветка лестниц. По лестнице идешь, они автоматически подсвечиваются. Электронные замки, похлопковый свет, шторы и так далее. Вот этим он занимается. И он говорит, у меня текучка постоянная. В команде друзья работают, работаю с родственниками, с друзьями, как обычно наша тема же. Он говорит, я хочу, я устал от этого бардака. Я хочу выстроить систему. Хорошо. Пришел на первый курс, мы поставили ему систему, набрали команду. Он сделал с 3 миллионов, вырос до 10 миллионов. В 3 раза увеличился. Дальнейшем он второй раз приходит. Второй уровень систематизации – это масштабирование. То есть первый уровень – это базовый уровень системы. Он поставил людей на правильные места, научил их, систему обучения, маркетинг, продажи, все это выстроил. Второй уровень – теперь, говорит, хочу масштабироваться. Окей, на втором уровне мы уже помогли ему упаковать весь этот бизнес и продать франшизы. Он за один месяц продал 70 франшиз по Казахстану. По всему Казахстану, во всех городах по 4-5 интегратора, которые работают теперь с ним. И он вырос уже до 42 миллионов. Получается, X14 сделал за это время. Поэтому молодежь, я верю в молодежь, молодежь может быстрее развиваться, идти вперед, но им нужно просто подтолкнуть, немного помочь в сфере системы. Если мы именно это поможем, то, соответственно, у нас будет рост. Для чего мы это делаем? Вот я лично для чего? Это моя миссия – помогать предпринимателям. Потому что я понимаю, что предприниматель – это тот живчик, который хочет выстрелить. Ему не нравится то положение, чем он занимает. Ему нужно расти, он хочет расти. То есть я работаю только с теми, кто хочет расти, кто хочет развиваться. Я ему помогаю. Как минимум каждый из них набирает по 5-6 человек к себе. То есть что мы делаем? Мы решаем проблему безработицы уже на малом уровне. Если каждый предприниматель возьмет к себе на работу 5-6 человек, это уже мы несколько сотен тысяч человек обеспечим работой. Далее мы являемся причиной, чтобы они кормили свои семьи. Также мы, например, когда обучаем, мы говорим, ребята, переходим на белую сторону. То есть работаем в белую, платим, честно, налоги. Почему? Потому что с этих налогов строятся больницы, школы, дома, дороги и так далее. То есть мы развиваем нашу экономику. А те, которые могут написать, вот, нет, там разворовывают бюджет и так далее, это не наша ответственность. Наша ответственность заканчивается там, где мы должны выплатить. Дальше это их ответственность. Перед Всевышним они сами будут отвечать. Это не наши проблемы. И таким образом наша миссия поднять экономику за счет малого бизнеса. Но мне еще кажется, что вы помогаете, наверное, устранить вот эти риски предпринимательские, да? Потому что вы же говорите, что вы обучаете, да? Чтобы у тебя не было текучки, чтобы у тебя не было кассового разрыва, да? Вы говорите, там, ты открываешь там 8 точек, да, и у тебя плюс 8 головных болей, да, добавляется. Это ужасно на самом деле. И даже я скажу вам, я смотрела интервью Аркадия Новикова, где он сказал, что моя мечта иметь всего один ресторан. А у него же там сколько, я не знаю, сеть ресторанов, да, по всему миру. И это действительно головная боль, да, когда у тебя столько ресторанов. Вот, казалось бы, масштабирование – это круто. Это большая ответственность. Но это еще большая ответственность. Бизнес – это ответственность. В первую очередь ты ответственен перед своей семьей. Да, во вторую очередь ты ответственен перед семьями тех людей, которые работают с тобой. Да, у тебя нет шанса проиграть. Потому что ты должен идти каждый день делать, и у тебя ответственность перед твоими клиентами. Это очень важно, это очень серьезно. Это не иллюзорные какие-то там розовые единорожки, да, там, «Вау, я открыл бизнес, я сегодня предприниматель». Нет, это труд. Я понимаю, что бизнес – это труд. То есть ты должен каждый день работать, но труд должен быть именно как собственника бизнеса. То есть мы понимаем, предприниматель – это владелец этого бизнеса. Вот мы говорим, для чего нужно систематизировать, чтобы выйти из операционных процессов. Что такое операционка? Это ежедневная муторная работа, которая происходит. Если ты хочешь выйти из малого бизнеса в средний, то есть перейти на следующий этап, тебе нужна полная систематизация. Да, тебе нужна систематизация, чтобы выйти из операционных процессов. Но у нас средний бизнес неустойчивый такой в Казахстане. Мне кажется, малый бизнес, да, у нас еще более-менее крепкий. Почему неустойчивый? Потому что они на этапе малого бизнеса не строили систему. То есть большой шкаф громко падает. Почему с каждым? Потому что если ты не научился на малом бизнесе, не потренировался по финансам и так далее, то в большом бизнесе одна ошибка, если в маленьком бизнесе одна ошибка стоит миллион тенге, в большом бизнесе миллиарды стоит. И ты просто финансово не можешь обеспечивать свои обязательства и начинаешь падать, обанкрачиваться и так далее. А есть шанс у малого бизнеса вырасти в большой Казахстане? Шанс у всех есть. Шанс есть у всех, потому что все проблемы у нас в голове. Если вот здесь я верю в свою мечту, я верю в свою идею, я верю в свою миссию, у меня есть зажигающая цель, ради которой я готов просыпаться в 6 утра и вджобывать, есть такое понятие, работать прям. Вот тогда я буду это делать и буду получать результаты. Ну и соответственно здесь должен быть баланс и гармония. Это не означает, что с 6 утра до 12 ночи. То есть для чего мы систематизируем бизнес, чтобы вытащить собственника из этих операционных процессов. Как только мы его вытаскиваем, это время не для того, там у всех миф такой. Я систематизировал, лежу на Мальдивах, у меня здесь коктейль и на Каспий Голд мне деньги падают. Это миф. Такого не будет. Как только ты выйдешь, время свое освободишь, вот это время ты тратишь на развитие своего бизнеса. То есть у нас сейчас 99% времени тратится на операционку, теперь мы можем тратить эти 99%, даже если 30% ты вытащишь, ты можешь тратить на развитие бизнеса. То есть это не то, чтобы ты пошел сам настраиваешь рекламу, сам продаешь, сам общаешься с клиентами и так далее. Это затратно. Кроме бизнеса, мы должны понимать, что у человека есть личная жизнь. Благодаря тому, что я падал и так далее, я там заработал себе сахарный диабет, отношения портились с родными, отношения портились с друзьями и так далее. То есть вот это все влияет, потому что мы на себе это переносим и у нас организм сразу выдает ошибку, выдает эту болезнь как защиту. Любой бизнес в самом начале требует супер твоего внимания, концентрации твоего внимания, потому что я помню, когда я в 10 году открыла свой первый магазин, ну я там сама продавала, сама могла подшить, да, то есть я просто делала половину работы сама. Мы называем это многороки-многонок. Ну это где-то года 2, наверное, 3, ну просто я практически жила там, да, там было точно мне не до личной жизни, потому что я понимала, что я хочу поставить вот эту систему. Сейчас, конечно, я гораздо свободнее, да? Ну я скажу, что есть такие инфантильные ребята, которые думают, что вот он начал бизнес, сразу купил джип, квартиру, коттедж там и все, он пошел. Например, в Европе, в Америке, когда бизнес запускают, они понимают, что первые 5 лет они будут впахивать на бизнес, а потом бизнес будет работать на них. Но мы говорим, чтобы систематизировать бизнес, ну достаточно год потратить на это, то есть по нашим технологиям мы 2 месяца интенсивно работаем и целый год у нас поддержки идет, да, в течение года ты можешь выстроить всю систему в бизнесе и уже дальше идти масштабироваться. То есть одного года достаточно для того, чтобы систематизировать весь этот хаос? Конечно, конечно. То есть бизнес, система, это структура бизнеса. Я думаю, сейчас кто смотрит наше интервью, у кого вот это, знаете, многолетняя боль, кто уже устал. Такая корочка толстая, да, опыта. Уже устал от своего бизнеса, знаете, и бросить жалко, и как говорится, да? То есть он может год поработать над систематизацией, и затем что получит? Какой подарочек? Если он будет год работать над систематизацией, то есть я говорю таким образом, или ты имеешь бизнес, или бизнес имеет тебя. Да. Вот поэтому если ты поработаешь год над систематизацией, ты будешь иметь свой бизнес, который приносит тебе удовольствие, который приносит тебе деньги, которые ты хочешь, и при этом ты не затрачиваешь на это минимальное количество времени. Все остальное время ты должен посвящать себе, да, займись спортом, займись развитием, творчеством, духовным развитием. Аслан, вот как вы думаете, все-таки лучше бизнесом заниматься с кем-то в партнерстве? Потому что, например, вот если смотреть на американский бизнес, ну там вообще всегда в одном бизнесе куча людей, да? У нас в основном как-то люди стараются там, ну один, ну максимум два человека. На самом деле… Как лучше? На самом деле лучше, конечно, с партнером, потому что мы должны сначала понять, кто такой партнер. Да, партнер – это человек, который сильнее тебя. Партнер – это человек, у которого ты можешь учиться. Есть принцип синергии, да, один плюс один равно одиннадцать. То есть если у тебя с партнером один плюс один равно два, ты не того партнера выбрал. Если ты в комнате самый умный, ты не в той комнате находишься. Поэтому партнера нужно выбирать каким образом? Смотреть, как будто ты выбираешь свою жену или супруга, да, или мужа, да. То есть выбирать по параметрам, каким он должен быть, какие качества. То есть если смотреть вот два качества двух партнеров, они должны вот так вот воссоединяться. Если они одинаковые, они будут постоянно столкновения испытывать. Вот у меня было такое партнерство. Из своего опыта говорю. Вот сейчас партнерство выбрал таким образом, то есть тех качеств, которые мне не хватает. То есть в чем у меня слабая сторона, я выбираю партнера сильного в этой стороне. И таким образом мы начинаем расти. И таким образом можно иметь несколько бизнесов. И таким образом можно внутри бизнеса даже выстраивать партнерские отношения со своими сотрудниками, выбирать мощных профессионалов, которые будут приносить результат и будут довольны своей работой. И у нас как выбирают партнера? Ты мой друг, у тебя есть деньги, давай вместе делаем бизнес. Приходит вот так Динара, тема вар. Я называю это темщики. Да, да, темщики, тема вар. А потом раз, с Динары тема, с этим тема, с этим тема, с этим, с этим, с этим, с этим. В итоге не выгребают. Потом говорит, Динара, я ожидал от тебя вот такого-то. Я не ожидал, что я буду делать. Мы же договорились, ты же будешь делать. А я буду рядом ходить, помогать. И после этого распадаются, отношения портятся. Здесь в первую очередь человек должен понимать, что вся проблема в нем самом. Хорошо, дайте нам совет, как выбрать партнера. В первую очередь партнер должен быть не таким, как ты. То есть совсем с другими качествами. Если ты гуманитарий, значит он должен быть аналитической способности. Если ты у нас интроверт, то он должен быть экстравертом. То есть выбирать под бизнес. Как Стив Козник и Стив Джобс, да? Да, да, да. То есть мы должны выбирать таким образом, чем будет тебя усиливать. И первый вопрос, который задается партнеру, это честный вопрос. Зачем ты мне и зачем я тебе? И таким образом мы понимаем, чем ты меня усиливаешь, чем я тебя усиливаю. Я думаю, так в брак надо вступать. Да? Зачем я тебе и зачем ты мне? Да. Это будет честно. Потому что люди на эмоциях принимают решения. В бизнесе. И в бизнесе, и в личной жизни. А на самом деле бизнес должен строиться только на цифрах. Что вы думаете по поводу того, что каждый предприниматель, вот вы говорите, я набивал шишки, да? У вас были банкротства. Что каждый должен проходить эти этапы? Не должен. Намного легче можно. Можно купить чужой опыт. И так быстрее. Если бы я в тот момент, там, в 2017-2018, там, в Москве не покупал опыт этих успешных бизнесменов, я бы сейчас до сих пор топтался на одном месте. Мне этот кейс очень нравится. Я сегодня напишу опри Уинфри. Сколько стоит тебе время, я куплю его и скажу, как стать опрой Уинфри. Я думаю, что она, может быть, у нее есть какой-то вкус. Ну, я заплатив каждый месяц, там, платив по миллиону рублей, я понимал, что каждый миллион я с каждым советом отбиваю. То есть зарабатываю это по 100 с каждого совета. То есть таким образом я перенимаю этот опыт и начинаю богатеть. Да, и, соответственно, должен быть уровень. То есть мы не можем, например, вот начинающий предприниматель не может сейчас прыгнуть на уровень миллиардера и у него учиться. То есть наставник должен быть на 3-4 шага впереди. То есть не на тысячу шагов впереди, на 3-4 шага. И таким образом мы будем понимать, о чем он разговаривает. Если сейчас взять миллиардера, поставить и начинающего предпринимателя, он не будет понимать, о чем говорит. Вот я с одним миллиардером встречаюсь, он говорит, так, у меня есть мукомольный цех, так, у меня кондитерка есть, так, у меня макаронная фабрика есть, у меня такой-то завод есть. Ну, по муке все идет вот так вот. У меня безопасности по зерну нет, значит, мне нужно купить элеватор. Так, сколько стоит? Полтора миллиарда, все, завтра покупаем. Если это сказать начинающим предпринимателям, он просто упадет в аут. Он думает не такими параметрами. То есть миллиардер думает крупными мазками такими, крупными. А предприниматель должен понимать, у него бюджет ограничен, у него там 2-3 миллиона есть, он на эти 2-3 миллиона должен сделать. Ну, вот как ему из этого состояния перейти в это состояние? Учиться. Мушление. Учиться, переносить именно опыт наставника на себя, делать то, что он должен на этом этапе делать и начинать это внедрять. Потому что я пытался по книгам. В книге ты начинаешь читать, 300 страниц и одна вода, водой заправленная, и ты читаешь, 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 не понимаешь, что надо в итоге делать. Поэтому многие пишут книги ради того, чтобы написать эту книгу. Чтобы заработать. Чтобы заработать, да, чтобы популярность поднять. А я-то беру, чтобы опыт взять, и я не понимаю. То есть я читаю, 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 потом так, что-то так не работает. Опыт – это самый лучший учитель. Берет дорого, но доносит доходчиво. Поэтому я за опыт, я за именно то, чтобы на практике все это. Потому что есть такое, что человек прочитал одну книгу и начинает с другими делиться. Вот я все знаю. Или человек там проходил кучу тренингов, прочитал все, знает все с такой короной, но результатов нет. Я у него и спрашиваю, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Аслан, спасибо вам большое за классную мотивацию. И мне кажется, что я думаю, что вы все-таки врачи. Врачи бизнеса, да? Бизнес-доктор. Бизнес-доктор, который помогает человеку, у которого годами эта боль копилась, копилась, копилась. И он уже просто, может быть, не вывозит, как говорится, да? И здесь есть возможность прийти на курс ваш, разложить все по полочкам, сделать разбор и самостоятельно, да, степ-бай-степ решить, устранить все проблемы. И тогда я думаю, что я вот за то, чтобы у нас бизнесменов в Казахстане было больше. И желаю каждому предпринимателю вырасти из малого в средний, из среднего в большой бизнес, да? Чтобы у нашей страны должен быть крепкий малый и средний бизнес, тогда у нас экономика будет стабильной. Аслан, спасибо вам большое. Я, знаете, предлагаю за самый лучший комментарий, может быть, вы подарите ваш курс. Давайте сделаем мы такое, да, ребята, зрители, которые смотрят сейчас это интервью, напишите свои эмоции. Если у вас был опыт в бизнесе какой-то, да, что-то вы теряли, падали, как вы выходили оттуда, есть ли какие-то инсайты у вас появились. То есть напишите комментарии, из этих комментариев обязательно подпишите «Хочу на курс», да? И из этих лучших комментариев мы выберем и с Динары подарим участие на нашем курсе. Я уже сама хочу на ваш курс. Да, приходите. Думаю, что продать? Чтобы систематизировать, продать? Также, кроме курса, я бы еще разыграл, например, чтобы, ну, курс только одному человеку попадется, еще троим, например, участие в практикуме стоимостью 100 тысяч тенге, да, билет на практикум таким образом. Мы тоже разыграем. То есть, это го, у нас 5 подарков? Да, итого у нас… Один, вы говорите. Один – это курс. Один курс? И три практикума. Давайте четыре. Ну, давайте четвертому. Одному мы подарим полную диагностику бизнеса. Супер. Есть такой еще сертификат полной диагностики бизнеса, когда мы полностью посмотрели и сказали, что в бизнесе, какие инструменты нужно внедрять, что в первую очередь, что во вторую, что в третью. Вот, давайте будем полезными. Также у меня в аккаунте есть очень много полезной информации. У меня в YouTube-канале, я, например, мастер-классы, которые мы записываем, тоже выкладываем бесплатно. То есть у нас… Это все-таки эффективнее прийти на курс. Эффективнее прийти на курс, но для тех, кто боится, которые хотят просто соприкоснуться, для них есть бесплатные материалы, чтобы они посмотрели вообще экспертность. Потому что все-таки мы любим осознанные продажи. Не эмоциональные продажи делать, да, где дожимать надо и так далее, а осознанные продажи, где человек понимает, что он хочет, да, а мы ему предлагаем это. И мы на горизонте столкновения вот этих двух интересов, получается химия. Супер, спасибо.